Выборы на съезд народных депутатов были в марте 1989-го. Сам съезд, я не помню. Нет, по-моему, он в марте уже собрался. А выборы были раньше, тогда первый раз после уже из-за палы выбрали Ельцина депутатом этого съезда народных депутатов. И вот развернулось это великолепное действие. В каком смысле великолепное? Это была демонстрация того, что мы себе не могли представить. Нормальная дискуссия. Выступают люди, которые заявляют о агрессивно послушном большинстве Юрия Николаевича Фанасьев. Выступают Сахаров, выступают Попов. Ну, в общем, это деятели межрегиональной депутатской группы, которые в сущности были первой оппозиционной партией после Совинового в конце советского времени. И это было совершенно потрясающее зрелище. Марк Захаров тогда сказал в одном из интервью, я запомнил на всю жизнь, говорит, Я испытываю чувство необыкновенной зависти. Придумать это невозможно. Это может быть только в жизни. И вот это все мы видели. Город был пустой. Но не потому, что проезжал Путин, а потому, что все сидели около телевизора и наблюдали, как проходит этот съезд. Ну, если вы вернетесь, так сказать, к общей картине, не просто к эйфорическим ощущениям, которые интеллигенция, по крайней мере, переживала, глядя в телевизор, значит, вы должны вспомнить, что наступал, приближался экономический кризис. Если об этом широкие массы не знали, то экономисты знали. Это было известно, потому что цены упали, нефть подешевела, 20% дефицит бюджета неизвестно, как закрыть. Значит, вы одновременно его закрывали просто, ну, ростом цен, ну, стоит особенностью, что тогда цены повышало государство, и никакой инфляции не было. Это считалось так. Одновременно вы начали проводить меры вот этой реформы, которую задумали с 87-го года. Значит, мы переходили на нормативные методы планирования фонда оплаты труда. Это означает, что нормативы росли, следом за этим росла заработная плата, производство падало, и при твердых ценах инфляция не обнаружилась. На самом деле все дефициты росли, и я имею в виду товарные дефициты, товары исчезали, и с продажи это было гораздо больше, чем раньше, при Брежневе и так далее. Ну, то есть, нарастал кризис, он требовал очень жестких решений, для которых демократия была как бы не очень нужна. Ну, пока у власти был Горбачев, тем более, с тех пор, как его взяла под контроль внутрипартийная олигархия, я имею в виду консерваторов, значит, ожидать, что что-то удастся сделать, это было невозможно. Ну, надо вспомнить про Бориса Николаевича, я был достаточно далек от него в это время, работал на правительство союзное, Работал каким образом? Просто после съезда народных депутатов Рыжков сформировал новое правительство, и вот это было летом 89-го года, вот взял правительство Леонида Ивановича Балкина, тогда директора Института экономики, назначил его председателем комитета по экономической реформе, одновременно заместителем председателя, то есть своим заместителем. Надо сказать, что у Леонида Ивановича была замечательная репутация, он был известен как очень порядочный, честный человек, преданный определенным идеалам, ну, сказать, что он, кроме всего прочего, был, так сказать, очень компетентным человеком, я не стал бы этого утверждать, но я при этом добавлю, что я и про себя могу сказать, что я не был компетентным человеком, у меня было марксистско-ленинское образование и некоторый опыт работы в российской, в советской экономике, а больше ничего, и вот те университеты, которые сейчас проходят мои студенты, это для меня, так сказать, все было вновь, причем на склоне лет, значит, поэтому я очень хорошо понимаю Леонида Ивановича и многих других своих коллег, которые, ну, хотели, чтобы было как лучше, но не знали, как это, не знали, но не могли это сделать. Ну, короче говоря, Леонид Иванович взял меня на работу по рекомендации своего заместителя, Мильнера, Бориса Захаровича, я тогда, это было сентябрь 89-го года, стал работать в комиссии по экономической реформе. Хороший вопрос. Значит, мы готовили реформу по переходу к рыночной экономике, тогда это уже можно было говорить. Поручение Абалкина по подготовке проекта, текста, мы делали вместе с Григорием Алексеевичем Явлинским, мы оба были в комиссии на роли начальников отдела, нас отправили в Сосны, и вот мы начали этот путь. Текст был подготовлен, это был уверенный вариант, мы специально прописали там три варианта. Один вариант такой радикальный, который на самом деле потом и получил реализацию, и сказали, что он плохой, потому что он вызовет там масса негативных явлений. Потом вариант консервативный, который мы тоже отвергли, а надо сказать, что на втором съезде народных депутатов значительная часть представителей требовала остановиться и прекратить реформы, в том числе это была ассоциация промышленников во главе с Тизяковым, затем это были эти аграрники во главе, и мы получили тогда поручение, документ, который готовился для съезда, включал три части. Один это наше предложение, второе это были основные направления 13-го пятилетнего плана, ну и третья часть, это были текущие дела, они были расписаны, на самом деле в этом тексте все реформы были отложены на два года. Ну тогда мы с Явлинским сбунтовались, пошли к Кабалкину, сказали, что так дело не пойдет, мы не выдержим. Ну он так все выслушал и проигнорировал наши все сентенции. Продолжение следует...